Всем привет! С вами Паня и в этом видео я вам покажу очередного кинолуха. Под блогером ее назвать у меня, к сожалению, не получится. Она не вписывается в возрастные рамки. Итак, давайте же... Пойдем, пойдем, Ника. Ника, пойдем, пойдем, пойдем. Ника, давай, иди, иди маленько, иди, ага, ага. А вот кусаться мы не будем. Однако мы видим очень прикольную сцену, то, что собака подбегает, кусает за рукав, и ее пытаются за это наказать, что жестко хватают за шкирку. Но как бы никто не догадывается совершенно то, что вы можете так испортить команду ко мне, например. Вы позвали ко мне, и тут вы ее хватаете и ругаете. За что вы наругали собаку? За то, что она подошла к вам, а не за то, что она вас укусила. Нет. Нет. Сосса не будет. Сосса не будет. Я не понимаю, в чем соль. Не будем. Просто забыли. Смирно. Что они хотят добиться такими действиями? Чему научить собаку? Ну не надо. Придержи, подержи, подержи, подержи. Не надо, не дай выше и не поднимай. Вполне достаточно. Успокоить собаку болью. Класс. Вообще тема любимая для всех кинологов. Прям кинологов. Нет еще. Нет еще. Подожди, подожди, пока паника будет. А, они всего-то хотят не успокоить собаку, а вызвать у нее панику. Запомните, если вы хотите стать кинологом, учитесь у этой бабы вызывать панику у собак. Это определенный залог успеха. Так, вот следующий этап пошел. Какой там может быть этап? Паника. Ааа, ворой. Следующий этап пошел. Ту руку потяни, да, 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 той рукой потяни, той рукой потяни. Вот, 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 вот. Успокойся, успокойся. Можем, а там просто палец подсунь. Все, все. За щеку. Все, все. Рано отпустила, рано отпустила. Вы пришли к кинологу, у вас такая проблема. Собака кусает руки, хочет поиграть с вами. И вам тут советуют брать собаку за шкирку и подвешивать. Вообще шикарный кинолог, вообще класс. Зато корочка есть. Самое главное это корочка, не знание, корочка. Ну, теперь уже поздняк метаться. Подожди, девочка, дай, 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 дай твои глазки. Гюльчатой, дай твои глазки. Все, успокоились, успокоились. Не мечемся, успокоились. Маму кусать нельзя. Ни за купу, ни за куртку. А, да, 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 да. Вот, 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 пока недовольство, пока недовольство. Не давай, не давай. Развони, ты ее разворачивай. Не сама крутись, а ее разверни. Вот, вот, вот. Вот так. Вот так. Все, успокоились? Все, да. Успокоились, по-моему, да? Повисла, обвисла. Все, можешь опускать? Все, все, все. Я не вижу смысла в проделанном действии. Вы делаете собаке боль, чтобы она перестала вас кусать, но как только вы ее отпускаете, она снова начинает вас кусать. Вы не думали о том, что этот метод не подходит, например, собаке и вообще всем собакам? Конечно, думать не ваше дело. Не давай, не оставляй за ней последнего слова. Не оставляй за собакой последнего слова. Это значит то, что ты не вожак. Я напоминаю, что межвидового доминирования не существует. Посмотрите мой предыдущий ролик. Ник, хорош. Очередной бунт на корабле. Кстати, по этой фразе вы можете найти канал этой бабы. Насколько же начнется точно. Ничего, ничего. Постепенно смириться. С чем смириться? С тем, что хозяин причиняет боль. Как, блин, этим методом можно научить собаку чему-то вообще? Ее разворачивай, ее разворачивай. Подсунь ей палец за щеку. Хочет кусать? Пускай кусает палец. Все. Мне прям жалко щенка. Как так можно относиться к собакам, к любым? Сейчас мне набегут какие-нибудь такие вот кинологи. Или, например, баба прибежит с вами в комментариях, мол, кавказов можно только так воспитывать. Я, у меня стаж 35 лет, мама зооинженер, я зооинженер, ветеринар, кинолог, заводчик. И вообще, я лучше знаю, кавказы, понимаю, это коболь. Конечно, на кавказских овчарах совершенно не работают те методы, которые работают на всех животных. Конечно, нет. Кавказские овчарки – это отдельный вид существ, прибывший к нам с космоса. Так, а вот теперь команда рядом. Рядом. Нет, поводочка. За поводок, за поводок, за поводок. За поводок. Ага. Команда рядом, команда рядом. Рядом. Давай, давай, работай, работай, поводком работаем. А, да, точно, еще кавказских овчарах нельзя научить рядом ходить без поводка. Вы что? Ты хочешь, чтобы я тебя за щеки подняла? Пришла, за щеки ее будем поднимать. Ой, мать. Я-а-а-а-а-а-а. Знаете, усмирение бунта на корабле, поднимаем собаку за щеку, только они как бы, блин, как бы пофигу. Она тут на меня почти легла. Вот и вся собака, вот и вся собака. И вот так вот сделаем, поднимем тебя. Правда, ей наплевать? Десять раз. Еще один хочет, чтобы ему это. Вот так вот за щечки подняли. Давай, давай, команда рядом. Нифига, она тут. Мы вот так вот сделаем. Единственное, для чего стоит поднять собаку за щеки, это чтобы ее поцеловать. Все, успокоилась? Ну, в общем-то, уже да, уже глазки другие немножечко. Глазки такие, суки, отпустите меня, животеры долбаные. На маму ручать нельзя, на папу тоже. Перехватываешь поводок, Даш. С другой стороны. Да, погасли глазки. Команда рядом и пошла. Давай, 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 дядя. Вот, дожимай. Хорошо. Боже, мне очень жалко собаку. Как будто она не живая, как будто ей не больно. Зачем так вот беспорядочно дергать собаку нахер? Привяжи ты себе ошейник и подергай так. А потом скажи ощущения, нравится они тебе или нет. Строение шеи у собак и у людей очень похоже. Что? Обратно. Обратно, Даша. Обратно. Хорошо, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Упрессовывай, упрессовывай. Нет. Это вообще кошмар, это живодерство. Почему таким кинологам дают корочки? Кто их учит таким методом? Зачем они применяют эти методы? Откуда они вообще узнали про эти методы? Нет, так с собаками обращаться точно нельзя. Собаке неприятно, ей больно идти по этой команде. Это же отвратительно так обучать собак. Какая бы она ни была, Кавказ, не Кавказ, маленькая собачка, любая, так обучать собак вообще животных не следует. Поскольку, это же, блин, тупость. Чего вы хотите от собаки, дергая из-за поводок и говоря команду рядом? Чтобы она ходила у вас рядом идеально? Рядом идеально она будет ходить только тогда, когда собаке это будет выгодно. И когда она поймет, я хожу рядом, а выгода-то идет вся мне, не хозяину, не просто так, я хожу рядом. Я хожу рядом за то, что мне там дадут еду. И если вы обучаете собаку на еде, это не значит, что вам всегда нужно носить с собой еду. Если вы обучаете собаку на рывках, это же не означает, что вы постоянно должны дергать собаку, чтобы она шла рядом. Нет, конечно же, дурость какая. Обучайте собак очень мягко. Это будет выгодно и вам, и им. И кавказцы не собаки с другой планеты, что их нельзя обучить теми же методами, что и любую другую собаку. Даша, Даша, не останавливайся, она тебя останавливает. Останавливает. Конечно, останавливает. Эта собака просто не терпит такого обращения к себе. Простите, я бы тоже не терпела, если бы меня дергали за поводок, подвешивали там за мою шею прекрасную и говорили, чтобы я успокоилась. Простите, такие методы неприемлемы ни к одному любому живому существу. Даша, Даша, дайте, для этого... Ну я скричу, и сколько ее так еще держать? Нисколько, отпусти собаку и уйди нахер от этого кинолога. Ты видел своего, да? Видела, видела. Юр, просто, ты просто стоишь и держишь. Ну да, там надо. Отпускай, отпускай. А вот теперь чудесный кинолог взяла собаку в свои руки. Простите, это просто кошмар. Блин, я сейчас плакать буду. Так нельзя обращаться с животными. Ам, я... Блин, это кошмар. А потом мы удивляемся, откуда берутся собаки с огромной людей и жрут своих хозяев. От таких уебков. Простите, у меня другого названия нету к таким людям. Просто уебки. Захотела взять эту бабу и сделать с ней то же самое. Надеть на нее ошейник, желательно строгий. И вот так же подергать, поподвешивать ее, пока она не успокоится и не научится правильно выстраивать отношения и дрессировать собак. Кто не понял? Все? Вот еще один способ. Не подставляя рук вообще. Используя просто инстинктивное. Что инстинктивное? Что ты используешь инстинктивное? Движение при натяжении поводка. Горло не страдает никаким образом. Мы не душим собаку нигде, никому. Просто крайнее неудобство. То есть, в принципе, если бы у нее хватило ума просто сесть... А если бы у тебя хватило ума не лезть в дрессировку... Она бы избавилась от этого положения. Мы бы избавились от такого ущербного существа, как вы, уважаемый кинолог. Но здесь работают рефлексы. Какие рефлексы там работают? Боже мой! Какие работают там нахрен рефлексы? Рядом. То есть, опять, мы ничего не делаем. А вот зря, что вы ничего не делаете. И головой вы, видимо, тоже не думаете. Запомните, так дрессировать ни одно любое существо нельзя. Так обращаться нельзя ни с кем и никогда. Потому что это отвратительно. И таких людей хочется назвать только одним словом. Уебок. Все. И больше никаких не возникает. Какой нахрен из вас кинолог? Уж простите. А теперь маленький лайфхак для таких кинологов, как вот эта женщина. Как научить собаку не кусаться? Вот вас укусил щеночек. Допустим, за руку, да, во время игры или еще в какой-то любой ситуации. Вы взвизгиваете и отворачиваетесь от щенка. После нескольких таких повторений собака поймет. И мало того, она научится, ну, как бы, управлять силой укуса. То есть, если она будет прикусывать, это будет не больно. Либо вы можете убрать эту проблему на совсем именно этим же методом. А чтобы научить собаку ходить рядом, так, чтобы это нравилось и собаке, и не причиняло ей никакого дискомфорта. И тем более, чтобы вы не слушали таких вот людей. Простите, это не человек, это, блядь, я не буду повторять. Это не человек. Вот таких вот кинологов. Берете кусочек, вкусный кусочек еды. Берете рядом собачку, какую-нибудь маленькую, большую, независимо от породы и возраста. Берете кусочек в левую ручку. Собачку подводите к левой стороне. И вот так, за кусочком, на уровне носика собаки, вот, допустим, это будет собака, мне наплевать, что это корова, это собака. И вот на уровне мордочки собаки вы ведете собачку. Вот вам очень, самый простой и самый лучший способ научить свою собаку чему-то. Просто вести за лакомством. А такие способы, простите, засуньте себя куда-нибудь подальше и никогда их не показывайте никому. Я буду жаловаться на эту бабу, чтобы вы нахер заманили везде. Потому что так обращаться с животными нельзя. Все, спасибо за просмотр. С вами была Паня. Любите собак, обращайтесь с собаками уважительно. И как подобает обращаться с вашими лучшими друзьями между пробками. Не забудьте поставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok